Дорогие друзья, большой-большой привет! Мы перебрались на дачу. Сегодня будем праздновать открытие дачного сезона. И сейчас быстренько приготовим очень вкусный, интересный дачный тортик. Готовится совсем просто и быстро. Начнем приготовление с крема. Пока крем будет остывать, сделаем коржи, так называемые. Одно яйцо вбиваю в небольшую кастрюльку. Добавляю столовую ложку сверху или кукурузного крахмала, лучше всего, или картофельного крахмала, в крайнем случае муку. Крем у нас будет необычный. Это заварной крем с халвой. Я вообще халву, в принципе, обожаю. А вот в креме она потрясающе себя ведет. Крем получается восхитительно вкусный, на мой взгляд. Вот я добавлю в заварную часть буквально столовую ложку сахара, так как потом уже буду добавлять сладкую халву. Всего понадобится 300 мл молока. Я сейчас немножко буквально волью, размешаю, чтобы не было комочков, а затем уже разбавлю оставшимся молоком. Ставим на огонь и все время, активно помешивая, варим крем до загустения. Сначала я огонь делаю высоким, чтобы крем поскорее стал горячим, а когда от него пойдет пар, уменьшаю огонек до маленького и уже варю до загустения крема. Не забываем все время, все время мешать. Крем прикрою в контакт пищевой пленкой или пакетиком, чтобы не образовывалось корочки. И пусть он пока остывает, а мы займемся тестом. Готовим изумительное простое тесто на кефире. Для него нам понадобится 3 яйца. Добавляем щепотку соли. Всыпаю 150 г сахара. Добавлю пакетик ванильного сахара. И хорошенько все это взбиваем миксером. Вливаем 200 мл кефира, жирность 3,2%. 80 мл растительного масла. И еще раз хорошенько перемешиваем. В 180 г муки всыпаем пакетик разрыхлителя теста. 10 г. Перемешиваем. И быстро замешиваем тесто. Долго взбивать здесь не нужно, только чтобы все ингредиенты объединились и не было комочков. Выпекать тесто можно и на сковороде, и в вафельнице. Я сегодня воспользуюсь вафельницей. У меня вафельница Гимлюкс. Поставила на серединку, на четверки буду выпекать. Для первых вафель смажу растительным маслом, а потом уже смазывать не буду. Здесь антипригарное покрытие, ничего не прилипает. Слегка смажу. Тесто я больше мешать не буду, чтобы пузыречки не убегали. И выкладываю по большой столовой ложке. Вот уже видите, пузыречки лопаются. Накрываю и минутки три. Так, уже ароматы ванильные. Вот мягкие-мягкие ванильные вафли. Можно снимать. Мы поставили сковородку разогреваться, все-таки показать, какие коржики получаются на сковородке. Ладно, давай. Я помогу. Сейчас. Четыре руки. Как умеем, так поможем. Жарим на небольшом огне. Смотрите, какой пузырчатый становится. Будет такой очень пышненький коржик. А я пока проверю. Может быть, уже пора переворачивать. Подсмотри. Еще чуть-чуть. Еще как. О, а у меня готово. Переворачиваем. Сейчас. О, красавчик. Красивый. Хватит на вафельку, я ее съем. Мой блинчик готов. Вот, смотрите, сколько у нас красивых получилось, так называемых коржиков. Давайте поближе покажу. Вот такой коржик-блинчик в дырочку. Очень-очень мягкий. Мне больше нравятся вафли, потому что в углубление попадает много крема и получается совсем вкусно. Кстати, вафли это мое. Ясно. Вот, давайте поближе покажу сейчас вот такой, как он внутри. Так, надо немножко перевести чуть-чуть, а то не видно. Вот, видите, какой очень-очень мягкий получается и воздушный. Возвращаемся к крему. Крем должен полностью остыть. Вот я ту кастрюльку поставила в холодную воду. Он совершенно полностью остыл, пока мы выпекали коржи. Теперь сюда добавляю сливочное масло. 80 граммов. Оно постояло при комнатной температуре, совершенно мягкое стало. Добавляю. И хорошенько все взбиваем. И осталось добавить главный ингредиент. Это халва. Я сейчас ее помельче нарежу. Очень вкусно, когда в креме чувствуются именно кусочки. То есть ее не полностью измельчать, а вот такими маленькими кусочками оставить. И перемешиваю уже просто лопаткой. Ну и осталось теперь тортик собрать. Выкладываем в вафли. Можно сделать по 3 штуки. У кого сколько получилось. И хорошенько промазываю кремом. Крем сейчас попадет во все углубления. И будет очень-очень вкусно. Следующие коржики. И слегка вот так прижимаю, поскольку снизу тоже углубление, чтобы крем везде-везде проник. И вновь побольше крема. Бока тортика я тоже смажу кремом. И присыплю печеньем. Вот так измельчила крошку. И сейчас со всех сторон просто обсыплю. Вообще говоря, тортик сразу же можно подавать к столу. Но лучше, конечно, подержать в холодильнике час-два. Забыла сказать, что у меня печенье с шоколадной крошкой. Поэтому здесь такие вкрапления. Ну, а я в холодильник. Домашний дачный тортик готов. Получается мягким, нежным и очень-очень вкусным. Попробуйте приготовить. Я от всей души желаю вам приятного аппетита. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока-пока. Увидимся.